МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в итоговом выпуске новостей. Дольщики и поликлиники, главное с оперативки Хабирова. Телефонные мошенники опустошили счет пенсионера и оформили на него кредит. Есть пельмени в Бирске. Репортаж с традиционного гастрофестиваля. Вслед за медведями и лосями в Уфе нашествие лис. Самая опасная лестница Уфы. Здесь люди ходят с фонариком и ломают ноги. Строгий Дед Мороз и молитва Белому Богу. Как празднуют Марийский Новый год в Уфе. 9 января Ради Хабиров провел оперативное совещание в ЦУРе, которое стало первым в 2024 году. Вначале чиновники обсудили прошедшие новогодние праздники. По словам главы республики, все прошло успешно и без происшествий. Я признателен всем руководителям, что на самом деле все новогодние мероприятия прошли у нас достойно. И слава Богу, без чрезвычайных каких-то серьезных происшествий. Потому что миллионы людей были на улицах, отдыхали с детьми. Миллионы людей передвигались, отдыхали. Было очень много публичных мероприятий. Слава Богу, что это прошло. Следующей темой для серьезного разговора стала медицина в регионах Башкирии. Здесь глава республики увидел серьезные огрехи и даже пригрозил увольнением главврачам ЦРБ в Дуванском, Мечетлинском и Баймакском районах, если поликлиники там не откроются в срок. Досталось и исполняющему обязанности главы Минздрава Башкирии Роберту Иштукову. Я эту дату поставлю на контроль, Касан Евгеньевич, доложьте. Если в эту дату не будет исполнено, главный врач уволен. Вместе с вами. После чиновники снова вернулись к обсуждению приятных итогов прошедших праздников. А конкретно к пьяным горожанам, которых, по словам Хабирова, стало гораздо меньше. Интересное наблюдение на новогодних праздниках тоже. Вот я по ряду общественных мест ездил. Ну, что мы добились, на мой взгляд? Ну, мало пьяных я людей видел. Конечно, люди выпивают на Новый год. Это, наверное, тут не будем ханжами. Но общественные мероприятия проходят очень много людей. Я не вижу такого. Что валялись выпившие, агрессивные. И это в том числе способствует те меры, которые мы принимали по ограничению продажи алкоголя, как бы нас ни критиковали. И то, что появились спортивные мероприятия. А вот жители республики волнует тем временем другая тема – отопление. После доклада про аварийное отключение Хабиров заявил, что в зимний период тепло в многоквартирных домах – одна из самых важных тем. И пообещал помогать властям на местах решать проблему с ним. Температурный режим непростой. Мы уже видим все-таки, вот даже из доклада Елена Александровна, ряд МКД у нас находились определенное время без центрального отопления. Слава богу, значит, вовремя устраняли. Поэтому эту работу продолжайте, пожалуйста. И каждому главе говорю, если чувствуете своими силами, не справляетесь. Первым делом доклад мне, пожалуйста. Мы тогда всей республикой навалимся, поможем. Я буду считать двойкой, если вы допустите полную разморозку какого-либо многоквартирного дома. Имейте в виду, пожалуйста. Завершающей темой оперативки стала проблема обманутых дольщиков, которая вот-вот решится. Вы все знаете, какой раной на территории нашей республики, я именно так называю, была проблема обманутых дольщиков. Помните, да? Вот здесь вокруг Белого дома ездили, скандалили, шумели. И люди были очень разозлены этой историей. Вот в моменте доходило до 11 тысяч человек. Это страшная была, очень тяжелая доля. Мы бы, конечно, эту работу не вытянули. Спасибо поддержке президента, правительства и Дома РФ. Выплаты обманутым дольщикам, по словам чиновников, проводились даже в празднике. В среднем после подачи документов требуется до трех месяцев для выплаты компенсации. Она в два раза больше, чем изначально вложенная в недострой обманутым дольщикам сумма. Случилось это все только потому, что он взял трубку с незнакомого номера. К такому неутешительному выводу пришла наша рассказчица, вспоминая, как ее пожилой отец стал жертвой телефонных мошенников. В какой-то день мне просто звонит папа и говорит о том, что случилась какая-то беда. Я прибежала к нему и выяснилось, что уже на протяжении недели он общается с какими-то непонятными личностями по телефону, которые пообещали ему приумножить его капитал. Девушка удивляется, что ее отец пошел на поводу сомнительных предложений, ведь он всегда обладал критическим мышлением. Папа всегда был уверен в том, что именно с ним этого никогда не произойдет. Я не знаю, как они гипнотизируют или что они там говорят, что даже такой непреклонный человек все равно согласился на их условия. Телефонные мошенники ловко втерлись в доверие и увели со счета пенсионера полмиллиона рублей. Но этого злоумышленникам показалось мало. Они дополнительно оформили кредит, вот эти вот быстрые кредиты, сейчас Сбербанки очень популярны, там в принципе ничего не нужно, достаточно только опять же сообщить код и нажать какое-то подтверждение, и все. На 150 тысяч рублей. То есть общая сумма 650 тысяч со счета папы ушла на счет мошенников. И только тогда к отцу нашей героини пришло горькое осознание, что он потерял свои деньги. Незамедлительно последовало обращение в полицию. Да, мы сразу же обратились в ОВД, но уже, как известно, эти люди находятся за пределами Российской Федерации, да, и, к сожалению, их практически невозможно обнаружить. Старались, пытались, папа очень сильно переживал, вот прям трясло в прямом смысле слова. Звонок с незнакомого номера дорого стоил пенсионеру. Потеряны были не только деньги. И это сильно ударило по его здоровью на тот момент. К сожалению, его уже сейчас с нами нет на протяжении четырех лет, потому что это дало отклик по сердцу. Сердце и так у него страдало, а после этой ситуации, видимо, что-то произошло уже необратимое. Аналогичная беда постигла и близких друзей нашей рассказчицы. В их ситуации материальный ущерб оказался даже выше. Также у родителей зазвонил телефон, и с незнакомого номера пообещали какие-то очень выгодные условия. И тут уже сумма была больше. Отец лишился миллиона рублей. И это, кстати, были кредиты, это не были деньги со счета. И, соответственно, человек тоже очень сильно пострадал в плане здоровья. К сожалению, телефонные мошенники по-прежнему активны. Стать их жертвой может каждый. Они звонят с незнакомых номеров и представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и операторов мобильной связи. Запугивают или озвучивают выгодные финансовые предложения. Только в Башкирии ущерб от действий телефонных мошенников может достигать нескольких миллионов рублей всего за одни сутки. Как же не стать жертвой телефонных аферистов? У нашей рассказчицы лишь один совет. В завершении своей истории я хочу сказать одно. Я не рекомендую никому брать трубку с незнакомого номера. Артур Бигнов, Роман Нугуманов, телеканал ЮТВ. Под конец январских праздников мы решили отправиться в Бирск, чтобы посетить ежегодный гастрономический фестиваль «Бирские пельмени». Сейчас мы пройдемся по всей площадке, пообщаемся с производителями и попробуем найти самые вкусные пельмени. В начале 2024 года состоялся уже четвертый гастрофестиваль. В Башкирии он хорошо известен. Многие люди, с которыми мы пообщались, приехали из других городов республики. Идея фестиваля проста – сохранить бирские пельмени и сделать их популярнее. Его идея – это, во-первых, сохранение качества. Вчера проводили, сегодня будем награждать конкурс «Лучшие пельмени года». Потом реклама наших производителей – вторая идея. Пельмени в Бирске начали массово лепить в 90-х, стараясь постепенно превратить город в гастро-столицу республики. Поэтому сейчас в Бирске около 20 производителей полуфабрикатов. Но на фестиваль приехали только четверо, отчего праздник в этом году потерял в масштабах. Многие ведь производят, но не готовы к розничной продаже. Самое главное – к рыночной продаже. То есть это нужно, ну, сами видите, оборудование, палатки и все прочее. Многие не хотят заморачиваться. После того, как основная часть гостей насытилась пельменями, мы сами прошлись по прилавкам, чтобы поговорить с пельменщиками, которые все-таки решились приехать на фестиваль. Когда открывали в Сельдамаки пивной завод, там приглашали, по-моему, с Австрией. А в чем секрет хорошего пива? Он говорит, секрет простой. Нужно солод и совесть. А здесь также мясо и совесть. Потому что если у тебя совести нету, и ты начинаешь туда пихать, что не попадя, то и будет фигня. Я считаю, что самое главное качество, и не только в день фестиваля, а качество постоянное. У нас ручная лепка, мясо мы специально отбираем от фермерских хозяйств. Наши пельмени, они славятся не только в Башкирии, и за пределами Башкирии. И поэтому бирские, как бы все производители не то что стараются, просто делают все это качественно, натурально, с любовью, от души. На словах все пельмени вкусные. Поэтому мы решили присоединиться к празднику и купили самые ходовые на фестивале пельмени, чтобы самостоятельно их распробовать. Можно вот жареных в тарелку, а? Сколько вам? Здесь штук. Первое, что мне удалось урвать, это десяток жареных пельменей. Попробую и вынесу свой вердикт. Довольно приятное тесто, которое рассыпается во рту. И мясо не пожалели. Я бы домой себе таких приобрел. После жареных пельменей мне захотелось чего-то чуть более приземленного, поэтому я пошел к следующей палатке. Там я взял вот такие пельмени, которые почему-то назвали хинкали. Перчинка определенно есть, но никакой остроты. Обычные пельмени, которые можно и на обед себе сварить. Это третья, последняя на сегодня порция, потому что в меня уже больше не влезет. Пробуем. Здесь даже что-то вроде масла. Солоноватые. И до того, как мне их положили, они полежали на подносе и уже остыли. Поэтому, наверное, не самые вкусные пельмени, которые я сегодня пробовал. Я отдал свое предпочтение первым пельменям и увез с собой целый килограмм. Сам фестиваль интересен своей задумкой, но ему явно не хватает масштаба и разнообразия блюд. Из 20 производителей на бирские пельмени приехали только четверо. Если в 2025 году праздник станет больше, то у него появится шанс стать известным не только в Башкирии. Егор Полторыхин, Андрей Шуняев, телеканал ЮТВ. Медведи, лоси, а теперь и лисы. Кушать себе ищут. Все чаще в башкирской столице можно встретить диких зверей. При этом не только в районах, расположенных вблизи лесов и парков. Лоси оказываются на городских улицах из-за естественной миграции, в ходе которой сахаты могут заблудиться. Выходить к людям-косолапых вынуждает уменьшение кормовой базы. А по какой же причине лисы зачастили в города? А у любого вида есть цикличность, развитие. И вот у нас сейчас подходит пик по хищным, в том числе и по лисам. У них были благоприятные года по питанию, не было больших болезней каких-то, и до этого увеличивается численность. Вот через какое-то время она снизится. Это всегда где-то примерно 12-летний цикл. Человеку при встрече с диким животным всегда необходимо соблюдать осторожность. Предупреждают специалисты. Лисы не исключение. По крайней мере, не стараться подойти к ней поближе, сфотографировать, погладить или покормить. Это категорически нежелательно. Это ваша безопасность в первую очередь. А если он болен бешенством, то он может тут же и укусить, и тогда вообще проблема-проблема будет. Если мы видим, что поведение неадекватное, постараться сообщить, хотя бы 112 позвонить и проинформировать, что в таком-то месте, в населенном пункте, хищный зверь. Если животное все же вас укусило, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Артур Бигнов, телеканал ЮТВ. Что за издевательство? Это никому никакого дела нет. Что вдруг ребенок упадет, или что, потому что нечищенный. Идешь и держишься. И вот здесь недавно женщина упала, сломала ногу. С дорогой никто не смотрит за этим переходом. Хотя дети ходят и в 11, и в 19. Здесь большой поток и утром, и днем, и вечером. Лестница, которая спускается от улицы Суньяцена к Большой Московской, становится большим испытанием для местных жителей. Все дело в том, что чистят ее очень редко. Поэтому снег и наледь просто не дают им здесь спокойно пройти. У лестницы довольно долгая предыстория, которая тянется с 2017 года. В то время район застраивала группа компаний «Госстрой». Тогда было решено, что мост, который был здесь прежде, может пострадать от строительства. И его заменили на лестницу и наземный переход. Но уже шесть лет назад местные с таким решением не согласились. Она очень высокая. Нам тяжело на нее подниматься. Все понятно. Хорошо. Ранее нашим коллегам представитель стройфирмы рассказывал, что со временем переход должен превратиться в благоустроенную территорию с аллеями для прогулок. Но компания не смогла выполнить свои обязанности. Переход остался без присмотра. Когда мы приехали, лестница уже была почищена от снега и посыпана реагентами. Прохожие рассказали нам, что сделали это совсем недавно и всего лишь второй раз за сезон. Именно недавно, потому что я недели две тому назад оставляла обращение, тоже сказали, что ответить не ответили. Нали снег постоянно, да. Ну перила ладно, хоть поставили. И освещение слабоватое. Сама вечером прихожу с фонариком, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Говорили, что будем чистить каждый раз, что что, но вот ничего не чистят. Ну последний раз, наверное, в понедельник почистили. Люди ходят в школу, да, и детишек маленьких провожают. И с маленькими детишками, с грудными, как бы, да. Это очень проблематично, как бы слезть вот с этих лестниц. Ломают, падают и ушибаются. Бабушки еле-еле ходят. Вот я еле-еле. И что теперь нам делать? За день до начала съемок мы отправили запрос в администрацию Кировского района. Там нам ответили, что за участком следят. Лестницу и переход от снега и наледи очищают по мере их появления. Например, после снегопада или оттепели. Ну и, конечно, стараемся оперативно реагировать на обращения граждан, если они поступают. Данный участок на контроле. Мы можем повторить вывод, который сделали в одном из прошлых сюжетов. И этот случай его доказывает. Городским коммунальным службам следует уделять больше внимания проходам и проездам, которые находятся между большими улицами. А жителям пока что приходится быть внимательными и осторожными. Егор Полторыхин, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. Вылетевший из Уфы самолет не смог дважды приземлиться в Нижневартовске и ушел на запасной аэродром в Сургуте. Вечером 11 января самолет авиакомпания ЮТЕР вылетел из Уфы в Нижневартовск. Как сообщили ЮТВ-пассажиры, в конечной точке маршрута борт пытался дважды сесть. Но из-за плохой погоды пришлось приземлиться в Сургуте. Оттуда воздушное судно вылетело в Нижневартовск ночью 11 января. В Уфе до конца марта 2024 года перекроют несколько полос движения на Салаватке. Речь идет о крайних правых и левых полосах проспекта Салавата-Юлаева в створе улицы города Гали в обе стороны. Протяженность участка составит около 80 метров. Полосы движения закроют на 2,5 месяца. С 15 января до 31 марта. За этот период на участке будет продолжена реконструкция улицы имени города Гали. Провалившаяся под лед фура в Башкирии везла в Москву 26 тонн металла. Об этом сообщает газета «Победа». По словам представителя транспортной компании, сегодня планируется эвакуировать грузовик из Бирска в набережные Челны, где находится перевозчик 700 дорог. Напомним, ночью 7 января грузовик провалился на ледовой переправе около Бирска. В тот же день водолазы извлекли тело водителя. Сам автомобиль достали из воды вечером 10 января. В ночь Рождества 7 января в центре Уфы группа подростков проникла в жилой комплекс на улице Чернышевского. Их главной целью был не дом, а его подземный паркинг. Спустившись туда, один из несовершеннолетних открыл въездные ворота. Снаружи его ждали товарищи, которые загнали на парковку свой разбитый ВАЗ. Все это запечатлели камеры Уфанет. Как оказалось, подростки так делали несколько раз. Они проникали на парковку, чтобы отремонтировать чудо-машину в теплом помещении. По словам жильцов, у автомобиля не было регистрационных номеров. А после визита компании вход на парковку оказался заблокирован. Это и стало главной претензией уфимцев. Они вызвали полицию. Теперь родителям подростков грозит штраф до 2000 рублей. Праздничные выходные подошли к концу. Но кое-где гуляния не прекратятся еще до середины января. Чтобы посмотреть, как празднуется самый необычный Новый год, мы отправились в Уфимский центр культуры и народного творчества на праздник Шорок Ёл. Морийцы – финно-угорский народ России, который в основном проживает на территории республики Марий-Эл и на севере Башкирии. В каждом районе есть Калтасинский район, Бирский район, Мишкинский район, Николоберезовка. Вот самые такие вот районы насыщенные. Нет, неправильно сказала, диаспора. Да. Начнем с того, что название привычного для нас зимнего праздника звучит иначе – «У-И-Дэ-Нэ». А сам праздник начинается еще задолго до 31 декабря. «У» – это новый, «И» – это год, «Дэ-Нэ» – день, год. Этот праздник начинается где-то в 20-х числах декабря. У нас в Башкирии, например, уже 26-го числа прошли праздники, 27-го, 28-го и так далее. До 15-го числа в разных местах по-разному этот Новый год проходит. ПЕСНЯ Дед Мороз – один из главных символов Нового года в России. У Марийцев же вместо полусказочного персонажа вполне реальная фигура. Старейшина деревни, которого все знают. А задача у него – не щедро одарить, а строго спросить с каждого хозяина о том, как был прожит год. У нас нет у Марийцев ни Деда Мороза, ни Снегурочки. У нас есть Васли Кува и Васли Кугуза. Куза – это старейшины той деревни, которую мы представляли. Эти старейшины, они обходят каждый дом, и у каждого хозяина спрашивают, что он сделал в этом году хорошего, что он не успел сделать, чтобы было благополучие семьи, и как у него дети выросли в почитании или старших. Выдерживая ответ «Перед Васли Кува» начинается веселье с танцами, обильным застольем, песнями и играми. Но в пылу праздника марийцы не забывают обратиться к Богу с особой молитвой. Белый бог Есть Ош-Юмо, белый бог, самый большой бог. Ну, конечно, вы не могли понять, потому что действие все шло на языке народа, марийского языка. Они молятся Богу, что наш этот год очень хорошо прошел. Теперь мы просим, чтобы был на будущий год так же успешно, и еще с добавлением, с прибавлением семейства, с прибавлением, увеличением скота там, и чтобы не было никаких козней со стороны чертей там, темной силы. Поэтому они себя стряхивают. Вот все-все, всю нечисть, все плохое, что было. Вот шубы трясут, шали трясут. Шары к Йол – это праздник, к которому марийцы тщательно приводят все свое домашнее хозяйство в полный порядок. Как год встретишь, так его и проведешь. Ярким обрядом и вековым традициям следуют и в наши дни. Так шары к Йол отметили в Бураевском районе, собрав вокруг торжества десятки жителей республики. Егор Полторыхин и Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. Здравствуйте. И в ближайшее время я расскажу вам о самом важном, что случилось на этой неделе по версии нашей редакции. Здесь пошла трещина, и только что нам, жильцы девятого этажа, сказали, что появилась она недавно. Обычное утро на проспекте Салавата-Юлаева, только для кого-то оно совершенно недоброе. Дыра в крыше, плесень, и это только малая часть всех разрушений. Я имею травматический пистолет, на который имею разрешение рога. Суть своего мдра. Непейцевский дендропарк. Это более ста видов кустарников и деревьев и 20 гектаров зеленых насаждений. Это будущая палата. Здесь будет располагаться санузел. А в этой части будет находиться жилая зона. Гарик, что делаешь? Добро. Добро? Конечно.